Мастер золотые руки, сирот Николай из Москвы, моет для меня груши. Не долгие груши. Городской житель. Городской житель. Николай не живший на природе. Никогда не живший на природе. Нравится на природе Москва или Шахта первая? Только первая Шахта. Карачаевск. Да, здорово. КПР больше ничтое другое. Ничто. Правда хорошо? Ни Краснодар, ни Сочи ни в коем случае. Карачаевск, горы. Сочи верт, Качаевск, Карачаевск, Домбай. Домбай, Карачаевск, Тиберда, Карачаевск. Спасибо. Ой, какие сладкие. Николай, ну вот как ты относишься к жизни? Вот наша жизнь клоунская или шутовская? Вот скажи, пожалуйста, к этому слову. Клоун, шут. Какая разница? Когда в политике кого-то называют клоун, мне обидно за клоуна. Почему? Клоун это не политик. Клоун это трудяга. А, да, профессия. Это человек, который смешит людей, дает возможность им задуматься над чем-то. Задуматься, почувствовать себя нужным и так далее. Получить какое-то удовольствие от клоунады. Представляешь, у него... А политической клоунады удовольствия нету. Поэтому не надо называть клоунами каких-то политиков. Это шуты гороховые, но не клоуны. А вот клоуны, они, понимаешь, профессия. Это уважаемая профессия. Это тяжелая профессия. Да, душе волки воют. Плачет душа, но он смешит. А человек заставляет смешить. Он выходит на арену, да. А он смешит людей. Это работа. У него трагедия, а он выходит на арену и смешит людей. Спасибо тебе. Сразу видать, что ты жизнь свою связал с театром, много лет работал. Знаешь все про театр. И про всех, и про все. Люди, не обижайте клоуна. Не обижайте. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Когда она идет поверху защитного слоя, это ничего страшного. А когда она съедает этот слой. Так еще защитный слой бывает? Да, вот черный, почему черный металл называют? Потому что он приходит черного цвета. Черного цвета. Хотя у него цвет вот он. Вот он, его цвет. Ага, такой. А вот этот черный, это защитный слой. А с чего его делают? Его на заводе пропускают металл, после прокатки пропускают, и защитный слой. Это ржавчины, это уже нерадивые поставщики. Поставщики, да, продавцы. На природе под дождем оставляют, да? Да, под открытым небом, без навеса. Ясно. На Сле есть очень хорошая металлобаза, которая, это старые советские склады, туда заезжает фура, либо даже состав железнодорожный заезжает. Краном они все разгружают, минуют. Все, воздухо. Что это за сооружение у тебя? Космодром, что ли? Это очень горизонтальный все время. Я бы сделаю. Хорошо. Я делаю конструкцию для акробатов на батутах под руководством Сергея Орешкина. Вот сейчас первую секцию этой конструкции я начинаю собирать, это батуты будут здесь? Батуты будут по краям стоять. Это сейчас первая часть этих конструкций, которая будет в общей сложности собираться и получаться прямоугольный треугольник. Надо же. Ого, так высоко! Вот так и работает. А он не привязал. В горах прямо выше гор. Ага. А, привязывать будешь, да? Да, забыл привязать. А, сейчас, ага. Покоропился. Ничего-ничего. Поскольку я работаю один... Сейчас, вот сейчас. Еще раз, еще раз подожди. Поскольку... Давай. Поскольку я работаю один, поэтому я в своей работе использую веревки, струбцины и так далее. Так. Где этот коллектив находится? Коллектив находится сейчас, в данный момент, в Москве. Как еще раз называются? Акробаты? Акробаты на батутах под руководством Сергея Орешкина. Все ясно. Так. Майна! Майна или Вира? Вира или майна надо кричать, когда поднимать? Майна вниз. А, Вира тогда, Вира. Майной по маленькому. Ага. Все ясно. Батуты. Батуты рождаются в руках кудесника. Николай. Николай Сиротин из Москвы. Живет в Карачаево-Черкесии. На подступах к городу Карачаевска. Вот где горы начинаются. Находится в Испании форт Вентура. Как в Испании? Да. Ух ты. Форт Вентура в Каталонии. Каталонии. Плохо слышно? Космодром какой-то мини. За следующей деталью, Николай, вот эту будет, треугольник вот этот будешь поднимать? Да. Это треугольник. Это треугольник. Ох, и мои груши там. Крыша. Крыша будет вот эта? Да. А там же другая фигура на крыше. Фигура, там их две будет. А, две будет? Да. Один работает. Такая трудоемкая работа. Это ж надо. Строят в городе Карачаевске, ну, здесь, для Москвы. Для Москвы. Окупаемый труд, Николай? Окупаемый, да, конечно. А как же? Окупаемый труд. Молодцы. Доверяют тебе. Да. Как называется такой узел? Морской? Нет, не морской это. А какой? Не знаю, мой. Мой? Мой, да. Сиротинский узел. Николай, ты выше гор смотришься. Выше гор это хорошо. Может быть, только горы. Ну, вот и Николай смотрится выше гор. Вах! А, что случилось там? А, не боишься упасть с высоты? Надежная конфликция, не боюсь, скажи. Так. Вира! Крыша. Крыша полетела вверх. Обычно крыша вниз летит, а у Николая крыша вверх летит. Так. Так до Луны можно лестницу построить потихоньку. Если постараться. Ага, как же она будет стоять? В какую сторону? Значит, две будет. Еще одна потом. И он будет их приваривать. Так. Замки есть. Оказывается, он в замки вставляет. Теперь поняла. Два треугольника будет. Видите? Из двух треугольников. Крыша. Продолжаю. Один поле воин. Здесь, в поселке. Надо с перерывами. С перерывами. Поэтапно. Поэтапно, да. Это тоже творчество. Посмотрите. Стыки все. Все соблюдено. Пропорция. Я вот смотрю. Углы. Все-все соблюдено. Ага. Вставляет. Все, вошло, да? Одна секция есть. Вот. Одна секция есть. Все. Здорово. Николай. Николай, как долго вот эту конструкцию вы уже до этого момента, какое время вы лепите, варите, куете и так далее? Далее, красите, ворчайте. Ну, делаю я ее в связи с другими ситуациями уже около месяца. Около месяца? Да. Так вторая тоже готова половинка, оказывается? Еще надо будет тебе таких секций сделать. Каких? Вот таких вот. Ага. Еще выше будет? Нет. Рядом. А, рядом. Одна, здесь другая. Чтоб получился равнобедренный треугольник. Сиротинский узел. Смотрим, товарищи. Не прячь наш... Оп, секрет какой-то прячет. Так. Это чтобы быстро можно было развязать его наверху. Так, ясно. Вторая половина крыши майна наверх. Вторая половина. Так. Вот так. Одной рукой развязываем. Одной рукой развязываем. Как он не мешался. Так. Не урони, а то я здесь рядом нахожусь. Николай, не урони. Вау. Сейчас вот видите вторую половину. Надо убрать. Все. Нет, еще не до конца. Не до конца еще. А, вот все. Ба. Готово. Надо ж. Все чуть-чуть в чуть-чуть. До миллиметра. Все сошлось. Все сошлось. Так и должно быть. Так и должно быть. Николай! Майна! Да. Николай, расскажи, как это все-таки называется? Батут или как? Это реквизит для акробатов на батутах. Под руководством Сергея Орешкина. На нем, вот когда на батутах, прыгают, переворачиваются, кувыркаются. Вокруг становятся батуты, они запрыгивают на второй этаж, на крышу, с крыши прыгают, делают кульбиты, всякие сальто-мортали и так далее. Скажи, пожалуйста, а как ты с Карачаева-Черкесии в Москву это будешь отправлять или куда? Да, я это буду в Москву. Скажи, пожалуйста, как это трудно же, как ты это отправляешь-то? Ну, придет фура. Фура в смысле? Ты заказываешь или они сами приезжают? Они сами закажут фуру, фура придет, я ее загружу и вместе с ней, с этой декорацией, поеду в Москву, чтобы показать, как собирается. Она же еще будет складываться. И еще и складывается, да? Да, да. Почему такой сложный механизм, чтобы сложилась конструкция и декорация могла выехать на арену цирка. Мобильная, чтобы была? Да, потому что фурган не позволяет ее в такой высоте выкатить на арену. Спасибо большое. Вообще, Николай, у тебя золотые руки. Благодарю. Еще раз спасибо за груши. Мне очень понравились твои груши. Там еще на дереве три груши есть. Да, я сейчас попытаюсь вон ту снять. Ту, вон ту красивую мне, хорошо? Николай говорит, как я жил в двух комнатах в Москве, когда есть рай на земле, Карачаева, Черкесия. Горы, вот посмотрите, там горы, свет, но это еще предгоры. У нас очень высокие горы, в Третьбрусе. Сейчас Николай мне подарит самую красивую грушу. Вон она, желтенькая, посмотрите. Он будет доставать ее. Где она? Вон. Вау. Так. Опа. Вот она, вот она, вот она, моя груша. Моя груша. Все, достаточно, Николай. Ну, на этой мажорной ноте попрощаемся. Привет передай друзьям московским и всем, кого ты знаешь, можешь поименно назвать. Николай. Все, кто меня помнит, все, кто меня знает, огромный большой привет и масса пожеланий. Ну, привет еще по-карачаевски скажи. Салам. Салам. Ah. ими. Давай. Если, Beatdown кое-карача, а. Диана. – цве?